Чебоксарские журналисты встретились на битве. Для победы в ней были хороши далеко не все средства, а только артистизм, отличный слух и голос. Вызов друг другу не побоялись бросить семь команд. По разные стороны баррикад встали сотрудники радиостанций, газет и телевидения. Традиционный караоке-турнир для журналистов прошел с размахом. Отличились на нем и мои коллеги, которым удалось зажечь даже конкурентов. Дмитрий Ковалев наблюдал за караоке-битвой. Кого-то потянуло на еще не забытые мотивы бардовских песен. Лирика Олега Митяева до сих пор популярна на караоке-вечеринках. Хочется губа нежа, хрошой и сносно снежный. Как здорово, что все мы спец сегодня собрались. Кто-то выступал в гламурных образах, а такой энергетике было сложно удержаться и не пуститься в пляс. Со своих мест на танцпол поднимались многие конкуренты. А кто-то на караоке-битве зажигал по-детски. Косички с бантиками, короткие шорты и мягкие игрушки в руках. Для возвращения на 20 лет назад не нужно никакой машины времени. Главное, чтобы верные друзья были рядом. В роли задорных детишек на караоке-битве выступила команда национальной телерадиокомпании. Музыкальную сборную в качестве капитана повела выпускница Института культуры Светлана Алекимова. А один из солистов Михаил Жбанов – профессиональный вокалист. Правда, и противники им попались достойные. На музыкальной битве журналистов выступали и ветераны караоке-турниров. Меняются команды и их участники, но они приходят сюда снова, не забывая о доброй традиции. Ребята, которые приезжают на караоке-битвы, они становятся дружнее, ярче. Ну и мне кажется, вот на сегодня мероприятие ребята показали просто класс. Поющие сотрудники СМИ попали на серьезную битву. Их номера оценивала не караоке-система, а члены жюри, среди которых и профессиональные музыканты. Выкладываться пришлось на все сто. Оценивали не только голоса, но и подачу музыкальных номеров. Напоследок для участников уготовили серьезные испытания. Они должны были спеть о своей профессии. Камера за штативом в руках. Симонемкая, соку новая. Первое место в караоке-битве получила самая женская сборная. Команде национальной телерадиокомпании удалось попасть в тройку лидеров и завоевать почетную бронзу. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.